На языке Бога. Так называется новая книга о тех, кто остался в оккупированном Донецке и выбрал борьбу со злом. Автор произведения Елена Стяжкина презентовала ее читателям в Мариуполе. Елена – украинская журналистка, доктор исторических наук. Что автор хотела донести своим читателям? Мои коллеги пообщались с писательницей. Книга Елены Стяжкиной «Мовы и Бога» – это повесть действия, которая происходит по ту сторону линии фронта. Автор рассказывает, как люди, которые еще вчера могли доверять друг другу и строить общее будущее, вдруг меняются и становятся врагами в одном, но уже таком разном для них городе. Он был слабким и из-за мирных обстоятельств также. Кровень его ненависти до головного героя был таким, что зашкаливал, и он пришел его убить. С подобной ситуацией в реальной жизни столкнулись многие дончане, говорит автор. «Людина, с которым ты спілкувался, взрослый, выпивался, в какой-то момент он наслаждается, что ты теперь его влада, что ты теперь порожье место, где можно топтать, знищить. И что он имеет над тобой, как ему кажется, над тобой владу, а мы имеем над собой владу в ситуации оккупации, в которой мы, когда мы не хотим быть затоптанными». Это книга о тех, кто находит в себе силы и мужество противиться захватчикам, и в то же время о тех, кто с легкостью впитал в себя чужое зло. «Это история о том, что у человека была пустота. Он чувствовал себя ничем. И прислонился к силе, заполнился. Заполнился силой врага, в эту пустоту вошла. Многие из тех, кто уехал, приняли такую очень стигматическую, патриотическую позицию. Такую, мы уехали, мы молодцы, а вот они там остались, и они там все одинаковые негодяи. Но это не так. Потому что в мае месяце уже была оккупация, правда? Ну была, давайте это признаем. В апреле уже была. «Да, они срывали флаги, а мы не отдали свою жизнь за флаг, да? То есть это означает, что мы тоже, да, ну вот этот момент». Делина Стяжкина верит, что Донецк снова сможет стать украинским и борется за возвращение домой. Писательница надеется, что жители Донбасса смогут снова заговорить на одном языке со всей Украиной. Спасибо.